добрый день дорогие рукодельницы прежде чем мы продолжим с вами делать нашу куколку как я обещала волосики и глазки и выкроем тоже платьица и я покажу вам что у меня получилось с этими двумя вот такая куколка в красном платье тут у ней длинная юбка и такие носочки с бантиками здесь я сделала цветочек и приклеила на горячий клей бусины поясок ну в общем дело вашей фантазии по краю у меня проходит кружева это платье длинная эта кукла такая принцесска 2 2 выглядит вот так здесь у нее такая роза пояс отделочки на платье гольфики с бантиками и вот так она выглядит тоже у них на груди здесь украшения сзади на юбочки тоже где шов я здесь пришила приклеила вернее бантик и вот так выглядят мои куколки это на заказ сегодня она уже уйдет хозяйки вот а это пока пока еще нет пока остается со мной так они обе выглядят куколки абсолютно разные у них и прически видите разные у принцесски вот такая прическа с косичками а у этой девочки она более современная ну у нее вот такая прическа кукол я никогда не повторяю они у меня все разные как вы видите и они и по одежде разные и по прическам разные поэтому сегодня будем делать еще третий вид совершенно другая будет прическа у нашей девочки и другое платье и так 3 куколка прошлый раз мы с вами пришили шортики лиф рукавчики я здесь призварила и прошила вместе с ручкой чтоб держался рукавчик можно тоже такое кружево пустить фонарики рукавчики и теперь давайте будем делать прическу для этой куколки для прически я возьму вот такую вот бежево-серую пряжу и она продается магазине волбард стоило 1 евро я не покупаю для волосиков для кукол дорогую пряжу но она и так хорошая очень крепкая и очень удобно с ней работать волосики будем пришивать поэтому берем подходящие по цвету нитки но у меня вот такие они бежевые я отматываю пряжу и отрезаю 55 сантиметров вот такие вот длинные пряди пучок всегда разный это зависит от того какой толщины пряжа будет если она еще тоньше то больше надо если вот такая обыкновенная для вязки то примерно вот такой пучок чтобы расположилась по всей голове если не хватит можно отрезать еще но несколько штук буду пришивать по три-четыре ниточки но сначала иголками я должна наметить где у нас будут находиться волосики то есть смотрим вот здесь на лбу где-то сантиметр от шва я отступаю по центру втыкаю иголку это чтобы знать откуда начнутся волосы примерно представляем себе и через где-то пол сантиметра втыкаю вторую так не накалитесь осторожно можно нарисовать линию карандашом можно прям так пришивать ничего не рисуя и через каждые примерно пол сантиметра 7 миллиметров я наметила здесь где будет проходить центральный шов зиму будем пришивать волосики так это у нас перед ручки у нас вот были вперед направлены до помним и теперь я беру 4 нитки складываю ровно пополам теперь прокладываю здесь кто-то начинает сзади шить я люблю спереди начинать шить беру по цвету нитку с иголка одинарную втыкаю не здесь где первая иголка а под волосами и выхожу ко второй иголки так втыкаю под волосами потому что у меня здесь узелок и он должен спрятаться так выходим да выходим возвращаемся назад укладываем ровно нашу ниточку эти тоже пряди нужно укладывать ровно чтобы они были у нас и теперь смотрите я беру опять туда же втыкаю и выхожу возле этой иголки это убираю первую вытягиваю и немножко притягиваю получается такой проборчик если вы хотите сделать чубчик челку то при волосинки вот такие нужно вшить заранее таким образом поперек на потом уже волосики это немножко сложно я вам показываю пока простой пример как шида и снова я еще раз вот сюда захожу и теперь уже выхожу кто иголки кто иголки выхожу сейчас поровнее руки далеко неудобно вытягиваю и подтягиваем и не сильно туго не сильно туго но чтобы у нас вот так волосики хорошенько лежали теперь укладываю так тем не нет к тут запуталась вот так опять 4 нитки пряжи сгибая пополам нахожу центр укладываю между иголками и пришиваю опять у нас сзади нитка вот она видите и мы ее опять запутался вот сзади нитка мы опять теперь до этой иголки и выходим сюда прошиваем так поправляем нитку и притягиваем не сильно опять захватываем теперь одну из этих прошитую из первой пряди и выходим опять кто иголки это убираем и подтягиваем подтягиваем опять теперь сюда возвращаясь выхожу вот к этой иголки вот к этой здесь опять укладываю прядь из четырех ниточек получается такой шовчик у нас здесь проборчик и опять таким же образом всегда зацепляем за одну ниточку предыдущие пряди потому что тут будет залысина если мы это не сделаем нам надо чтобы ровненько все у нас вот так вот находилась я прощу все волосики до конца и вернусь к вам теперь смотрите последнюю прядь я прошила вот нитка у меня сверху я спускаюсь вниз вот так вот и закрепку делаю под волосами то есть я захожу вот сюда здесь сделаю закрепку чтобы нитка держалась чтобы волосики наши не распустились раз-два и затем я пропускаю нитку еще где-то вовнутрь вот так вот рядышком и потом уже обрезаю теперь волосики нужно хорошенько расправить чтобы у нас тут было ровненько и красиво это можно также сделать с помощью ножниц и так поправляем все распределяя только осторожно ведь что вот такие петельки вас не получились как у меня пряжа чтоб не раздвоилась аккуратненько не торопясь желательно не очень сильные сильно острые ножницы чтоб у нас были теперь я вот так оттягиваю пряди с обеих сторон разворачиваю куколку смотрю чтоб как у меня будут располагаться волосы их нужно закрепить видите я их можно их закрепить вот здесь сверху можно их закрепить вот здесь снизу как вам нравится можно вот тогда или вот так сверху можно на одну сторону сделать вот таким образом можно скрутить волосы и закрепить ну поправить правда здесь надо хорошо чубчик но все равно их нужно здесь где-то вот закрепить пошло чтобы прикрыть шов например скрутили и пришиваете через край аккуратненько подходящий по цвету ниткой вот с этой стороны можно вот так вот сделать в общем на ваше усмотрение можно с обеих сторон да я сделаю просто сейчас я той же ниткой завяжу здесь вот хвостики на уровне примерно с середины лица вот таким вот образом вот смотрите я беру вот такую длинную нить из которой мы делали нашу прическу и связываю связываю два раза обматывая и затягивая теперь с обеих сторон я вот так сделала можно пока регулировать пока еще не пришили смотрим спереди сзади как выглядит да если вам нам нравится уже как выглядит прическа спереди сзади то вот эту нить мы сюда оставляем завязанной длинной и она вплетается она тут туго у нас завязанного на два узелка и вплетается потом уже в прическу если вы оставляете просто длинные хвостики если вы оставляете длинные хвостики то надо еще раз заплести и хорошенько завязать и так вот хвостики тогда пришивается голове и оставляется хвостики теперь значит я хочу сделать прическу поэтому я пришиваю здесь с обеих сторон вот эту вот нитку я пришиваю таким образом я вставляю вот сюда вот делаю как всегда закрепочку и теперь подтягиваю вот так вот и пришиваю прям к личику волосы хорошенько мы подтягиваем и теперь я пришла можно прям насквозь пройти через голову но я пришиваю каждую сторону вот так зацепляю внутри там за личико и пришиваю снова в хвостик зацепляю за личиком но так чтобы здесь спереди не сильно был заметен шов стараемся так пришивать чтобы его не было видно видите и чтобы волосы наши они крепились вот к личику и так проверяем здесь еще можно потянуть если что вот пряжу до выровнять пока еще совсем не пришили пришиваем с одной стороны крепко и с другой также подтягиваем хорошо чтобы не было видно нет теперь когда мы пришили с обеих сторон мы заплетаем тугие косички делим на три части хорошенько вытягиваем чтоб пряди были ровные и и заплетаем тугую косичку теперь вы поняли почему я сначала делаю волосики они глазки потому что если мы сделаем глазки у нас волосики могут их здесь перекрыть поэтому сначала мы делаем прическу а потом уже будем делать глазки там уже будет видно где они будут располагаться у нас и так заплетаем и на кончиках я завязываю той же самой пряжей это пока не обрезаем если хотим оставляем косы вот такие русые две косички готовы теперь мы можем пофантазировать если вы хотите как о это оранжевая куклы прическу то делайте вот таким образом две косички выворачиваем назад и вот сюда на макушечку мы их пришиваем только нужно обрезать ровно волосы и поправить косы но так как у меня пряжа тут тоньше чем у той куколки с рыжими волосами да получается немножко по-другому эти вот рогалики наши можно тоже в принципе пришить вот так вот да получится вот такая интересная прическа а тут вот такой типа чубчика да ну в общем сейчас я покажу рыжую куколку что я имею ввиду получится вот так да видите тут у меня более толстая пряжа и и здесь больше и сверху я вот этот пучок весь собрала вот так связала обрезала ровно-ровно и пришила вот сюда и распределила потом волосики да то есть получается вот так ну так я говорю тут у куколки просто пряжа потоньше у этой получается по-другому поэтому и и мы будем делать другую прическу если вас потолще пряжа можете сделать вот такую сверху покрываем лаком это жестко получается видите плотная причесочка теперь покажу другой вид прически который у другой куклы здесь я все эти махрушки обрезаю подворачиваю вот таким образом роликом но сейчас мы будем делать почти то же самое поэтому я сразу обрежу хвостики чтобы уже точно поняли в чем что я имею ввиду в чем дело тут у меня завязка тоже на два узла и я обрезаю здесь опустила вниз по волосам тоже пряжу и обрезаю здесь где-то оставляем миллиметров 7 можно чуть меньше даже но главное чтобы у нас это все держалась не распустилась так срезаем теперь эту косичку я закручиваю вот таким образом просто ее туго скручиваю так и можно теперь решить вот так с обеих сторон а можно как у той куклу моей до пришить вот так решить вот так можно пришить вот так тут будет коса тогда можно немножко выровнять все это и сбоку будет смотреться вот таким образом такие барашки мне нравится такая прическа так попробуем еще раз в эту сторону вот так можно завязать узлом но в общем дело вашей фантазии можно завязать узлом сейчас можно завязать узлом и концы вот эти распустить чтобы они торчали но все это надо пришивать все равно можно сделать например если сейчас я вторую обрежу косу развернуть их вот так назад и здесь вот таким образом уложить рядышком до кончики уложить кончики рядышком пришить но надо будет здесь большой банк потом или заколку или что-то такое бабочку да чтобы все это держалось красиво можно в принципе придумать например вот так это сзади тоже что-то такое но опять-таки все это надо вместе хорошенько сшить вот в общем придумаем прически как нам нравится можно сделать вокруг головы и там закрепить да так сейчас я так подержу и эту так получается сверху они воде встречаются нужно с центром определиться а сзади тоже тогда надо что-то украсить так сделаем как я предложила а еще пеппи длинный чулок обрезаем покороче и туго-туго надо сплести косички побрызгать лаком покороче обрезать и вот так можно хвостики на конце можно тогда можно вот такие вот сделать какие-то рогалики тоже пожалуйста вот смотрите тоже симпатично восьмерочки да вот можно поменьше вверх низ подлиннее и здесь бантик так я делаю как я вам показывала то есть я туго скручиваю косичку вот туго скрутила вот так она лежит я его так поднимаю косичкой вперед и вот здесь укладывать вот так чтобы эти махрушки не были видны неудобно когда руки далеко я привыкла прям вот перед собой это все делать в общем вы поняли да и здесь сейчас я закреплю булавками чтоб это держалась вот и будем пришивать можно сразу пришивать хорошенько придерживая можно заколоть как я булавками пришиваем мы опять таким вот сшиваем друг с дружкой и пришиваем тоже голове так чтобы захватить не только волосы потому что будет болтаться а прям головку до чтобы пришить голове можно проходить сразу с двух сторон эту тоже закручиваем сразу двух сторон и прошиваем вот так вот внутри но не сильно подтягивая но я люблю когда каждую сторону пришивается с каждой стороны тогда крепче держится пришиваем небольшими стежками вот так об голову и проходим сюда здесь небольшой стежочек опять об голову и вперед так чтобы не было видно на лице стежков далеко сюда не заходим опять берем вот эти ниточки и уходим туда вниз и вот так вот все время прошиваем получились вот такие рогалики если вы хотите сделать как у этой куклы то косы надо намного длиннее и вот так закручиваем косички плетем отдельно и приклеиваем или пришиваем вовнутрь получается такая прическа как у принцесски рогалики и косички теперь делаем глазки беру синюю нитку можно взять коричневую зеленую черную какие глазки вы хотите сделать такую нитку и берем цветом беру двойную ниточку делаю узелок теперь беру куклу и сзади под волосами вот здесь вот под волосами вот так там далеко прокалываю и выхожу вот сюда если вы не знаете как делать глазки где то тогда надо карандашом отметить я делаю на глаз вот так сейчас я попаду где она у меня там иголка гуляет так вот здесь получается от центра на полтора сантиметра и по краям прически делаем до выхожу от иголочкой сюда как я уже сказала можно наметить карандашом так и прошла дурь сейчас я снова зацеплю видите у меня узелок маленький вот я вышла возле волосиков можно чуть дальше к центру теперь я делаю крестик где-то на два миллиметра к на два с половиной зацепляю и выхожу сюда же так выхожу сюда же извиняюсь за звуки и вот теперь с этой стороны ищу такие звездочки как крестики опять противоположные захожу выхожу и так делаем несколько раз так цепляется не к опять отсюда захожу и так далее пока у нас не образуется глазик можно сделать французский узелок можно сделать вот такой глазик как у меня крест-накрест так опять вот сюда и выхожу теперь когда я глазик уже вышила я вывожу иголку рядом такая сюда в край и вот сюда вывожу иголку так смотрю чтобы получилось ровно чтобы на волосы не залазила чтобы центр был и также вышиваю как и первый глазик кто-то шьет сначала платья потом делает прическу глазик но смотрите сколько мы куклу вертим крутим на что будет похоже наше платье она же будет несъемное это если мы съемное шьем то конечно если хотите съемное платье шить то смотрите у девочек другие уроки до которые шьют тильт и есть выкройки я люблю пришивать кукле так когда мы сделали глазик то выходим опять на ту сторону и делаем под волосами закрепочку наши глазки уже все видят смотрят и теперь нарисуем щечки розовые можно взять тени румяна и нарисовать щечки можно поярче палетку взять я нарисую такой губной помадой для этого я беру ватную палочку и немножко набираю губной помады на нее аккуратненько с обеих сторон делаю щечки аккуратненько не торопясь теперь размазываю пошире здесь я не делаю не ротик не брови не носик да то есть тильды они вот так и выглядят просто глазки и розовые щечки поэтому если хотите можете вышить или нарисовать носик ротик ну как по мне так тильды красивые без носика и без ротика вот хорошенько растираем и вот так выглядит наша тильда 2 выглядит вот так например да это немножко крупнее с оранжевыми волосиками как вы видите во вторая помельче они все разные как я сказала теперь мы можем приклеить например какое-то украшение сюда или сделать бусинки из мелких бус также выкраиваем платье размером 46 на 29 и на следующем уроке мы с вами уже потом сошьем платье сделаем разные всякие украшения пояс и прочее это будет в следующий раз но на сегодня мы закончим то что видео получилось уже длинным и переходите снова на мой канал чтобы сделать окончательную работу чтобы закончить наших тильда чик и посмотрим как они будут выглядеть я с вами прощаюсь всего вам самого-самого доброго хорошего настроения и погодки всем пока пока с вами была ваша мила